Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня, как вы понимаете, у нас мукбанг. Как всегда, моя любимая лапша Биг Бон. Мои любимые острые крылышки копченые. Дальше здесь у нас брокколи и грейпфрут. Я не собиралась снимать мукбанг. Сегодня у меня, знаете, очень был загруженный день. Мы с братом сегодня встали рано. У нас было на просмотре 7 машин. Прикиньте, мы смотрели 7 разных машин. И сравнивали. Все это я вам снимала. Но пока что выкладывать я не хочу. Когда уже куплю машину, тогда выйдет один большой влог. Между какими вариантами я сомневалась, что как. Уже сегодня мы были у специалистов с одной машиной, с которой мы уже определились. Мы хотим ее купить. Но пока что это не точно. Потому что с хозяином машины мы никак не можем договориться насчет цены. Даже мастер говорит, что он продает эту машину слишком дорого. Но он не согласен спускать цену. Мастер просто нейтральный человек со стороны. Который говорит, что машина в отличном состоянии. Все просто, замечательно. Но дорого. А у нас почему-то большинство машин привезены из Америки. Битые. В кашу. А этот автомобиль куплен у нас здесь в боку. Это первый ее владелец. Машина 17-го года. Дизайн, который мне нравится. Это Ки-Оптима. Вроде и за просмотр заплатили деньги, и за диагностику, и все. Кое-что, кое-где мелочи там нужно поменять. Но все равно хозяин машины не хочет спускать деньги. Тут есть два варианта. Либо искать дальше, либо заплатить столько, сколько он просит. Я вам там все засняла. Мне так понравилась одна машина. У нее красный салон. Сенсорный экран. Просто в идеальном состоянии машина. Она в салоне. Но это Chevrolet Malibu. Мне все вокруг говорят, что не стоит брать Malibu. Не надо, проблемы будут. Каплизная машина. Даже наш мастер, которому мы везем машину, он тоже говорит, лучше переплатим. Пике. И там переплата, знаете, большая. Не знаю, как у вас. Я почему-то всегда думала, что Kia Chevrolet Ford плюс-минус одного ценового сегмента. Но ровно на 50%. Kia дороже. Ровно на 50%. Я считаю, что это очень много. Короче, вот такие вот дела. Не буду вдаваться пока что в подробности, потому что будет отдельный влог. Я вам все покажу, между какими машинами я сомневалась, что как. В общем, каждый день я снимаю для вас кусочки. Как мы смотрим, как мы думаем. Но если бы хозяинке согласился бы немножко уступить, вот, такой молодой парень. видно по нему, что это его не единственная машина. Очень бешено водит. Вот если бы он согласился бы уступить чуть-чуть. Потому что даже в сервисе сказали, что за эту цену дороговато. А, белая. Очень красивая. Масечка такая. В общем, если бы он чуть-чуть бы уступил, мы бы, наверное, завтра пошли бы оформлять. Ну, видимо, он не торопится продавать. Казалось бы, машин дофига. Думаешь, блин, не эта другая. Но все битые. Привезенные. С аукциона. Поэтому найти реально не битую машину очень сложно. А когда находишь, они продают ее дорого. Вот. У меня прям, знаете, такой прям аппетит появился по поводу машины. Я думаю, вот повожу эту еще немного. Потом куплю себе инфинити. Вот мы с братом ехали туда, навстречу, так скажем, на джипе. Потом пересели на всегда на мою потенциальную невесту. И вы знаете, все-таки джип комфортнее, мне кажется. Просто мне не по душе джип. Из-за внешних параметров. короче, надеюсь, в ближайшее время будет лейпее по поводу моей тачки. у меня вообще, когда брат покупал машину, он тоже отвозил ее к этому же специалисту, к этому же мастеру. Сразу видно, такой хороший человек. Вот прям мне в душу запал. Я думаю, что и в дальнейшем, когда у меня будут проблемы с машиной, я буду только к нему. Там на машине была небольшая царапина. И он такой говорит, все равно это твоя первая машина. Ты ее тоже поцарапаешь. Поэтому пока что не надо полировать. Про себя я подумала, откуда ты знаешь экстрасенс, что я ее тоже поцарапаю. я ее тоже поцарап вот сколько машин я не смотрела и только вот одну и вот села я почувствовал что она моя не знаю в куплю я ее или нет но я вот села в нее и вот почувствовала что это моя машина остро-то как ужас я устала пришла увидела мама затеяла генеральную уборку моет окна такая мама стопаем ты со своими габаритами не надо туда я сама вообще мне кажется по поводу стекол надо вызывать клининг они как-то так быстро это все делают ловко у них свое оборудование такая штука на магните 1 раз раз и все чисто очень хорошо справляются с этой задачей тем более у нас этаж высокие опасно это все хотя бы в год там не знаю пару раз а вообще есть здание где в коммунальные услуги уже входит оплата стекол оплата за клининг стекол хороших зданиях это уже включено и каждые два месяца альпинисты приходят и моют тебе окна обычно это когда панорамные окна их же сложно мыть точнее невозможно да ну там естественно коммунальные услуги намного дороже чем у нас но все же это комфорт в наших зданиях такого нету еще в городе у нас ну как в городе но в центре так скажем да и здание где например на балконе нельзя что-то оставить типа внешний вид здания портится вот у нас вроде как застеклять нельзя хотя некоторые сделали это типа внешний вид портится вот так у нас знаете внешний вид не супер здания так на троечку но все равно приятная новостройка вот я бы наверное уже не смогла жить старым зданием давайте еще одну крылышку обожаю копченые крылышки очень вкусно хочется вот так сделать раз хочется нужно сделать уже ничего не осталось вкусно тища меня просят убирать когда я что-то доедаю оставляю на на столе мне пишут в комментариях что зачем ты это оставила убери чтобы стол выглядел опрятно короче вот такие вот дела так быстро быстро ела потому что была голодная везде почти ничего не ела только фрукты пока туда пока сюда но мы так круто распределили время что мы успели абсолютно все никуда не опоздали и вроде как все посмотрели то есть чем назначать встречи там в разные дни в разное время лучше все в один день на этом все не забывайте ставить лайки и подписываться ждите в ближайшее время хороших новостей я вас всех очень сильно люблю я знаю что вы тоже обрадуетесь за меня с вами была Айка пока пока